Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, начинается третий сезон рубрики Футболисты через 5 лет в голосовании ВКонтакте, в группе нашей ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там будет много голосований по поводу этой рубрики и не только. Так что ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании, переходите и подписывайтесь. Так вот, там вы проголосовали, что третий сезон вы хотите видеть именно за бразильцев. Также там было голосование, про каких именно футболистов вы хотите видеть. И сегодня на очереди у нас голкипер Ромы и голкипер сборной Бразилии. Но сейчас он, конечно, уже не в Роме, он в Ливерпуле. Но мы решили все-таки посмотреть, как он будет в Роме. Может, какой-нибудь другой топ-клуб европейский он перейдет. Так что давайте начинать. Итак, закончился первый сезон за Алисона. Рома заняла седьмую строчку, чемпионом стал Наполи. Кубок Италии выиграл Ювендус, обыграв в финале Рому со счетом 3-2. В Лиге Чемпионов в группе F Рома заняла вторую строчку и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов вместе с ПСЖ. И в 1-8 сразу же вылетели от Барселоны со счетом 2-1 и чемпионом стала Барселона. Лигу Европы выиграл Лацио, обыграв в финале Боруссию Дортмунд со счетом 1-0. На чемпионат мира сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. Итак, закончился чемпионат мира и в группе D Бразилия вышла в плей-офф вместе со сборной России. В 1-8 бразильцы обыграли 4-1 чилийцев и в четвертьфинале разгромно проиграли испанцам, которые проиграли в финале бельгийцам, которые стали чемпионами мира. Итак, закончился второй сезон. За Алисона Манчестер Юнайтед занял пятую строчку, чемпионом стал Тоттенхэм. Суперкубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв Ньюкасл со счетом 3-2. Кубок Лиги Англии выиграл Эвертон, обыграв Тоттенхэм со счетом 1-0. Супер Кубок Европы выиграла Барселона, обыграв Лацио со счетом 2-1. В Лиге Чемпионов в группе B Манчестер Иннетед вышел в плей-офф вместе с Интером. В 1-8 обыграли Ювентус со счетом 5-2, в четвертьфинале обыграли Манчестер Сити и в полуфинале обыграли Тоттенхэм, но в финале, к сожалению, проиграли минимально Баварии. Бавария стала чемпионом Лиги Чемпионов. Лигу Европы выиграл Ньюкасл, обыграв в финале Лион со счетом 2-0. Но в чемпионате Италии Рома заняла третью строчку, чемпионом стал Ювентус. Итак, закончился Кубок Америки и в группе C Бразилия вышла вместе с Венесуэлой. В четвертьфинале обыграли американцев со счетом 1-0, но в полуфинале проиграли минимально аргентинцам, которые уже минимально также проиграли в финале сборной Уругвая, которые стали чемпионами Америки. И бронзу Кубка Америки забирает Бразилия, обыграв Колумбию по пенальти со счетом 4-3. Итак, закончился третий сезон за Алис. Сенариал занял шестую строчку, чемпионом стало Барселона. Суперкубок Испании выиграла Барселона, обыграв Реал со счетом 4-3. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв по пенальти Атлетик из Бильбаус со счетом 5-4. Реал вылетел в четвертьфинале от Атлетика Мадрид со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Ньюкасл со счетом 4-0. В Лиге Чемпионов в группе С Реал Мадрид вышел вместе с Марселем в плей-офф Лиги Чемпионов. И Мадридский Реал вылетел сразу же в 1-8 от Ливерпуля со счетом 3-1. Бавария второй год подряд выигрывает Лигу Чемпионов, обыграв Тоттенхем со счетом 3-0. Лигу Европы выиграл Вольфбург, обыграв в финале Милан со счетом 1-0. В чемпионате Англии Манчестер Юнайтед занял третью строчку, чемпионом стал Тоттенхем. В чемпионате Италии Рома заняла седьмую строчку, Ювентус снова стал чемпионом Италии. Итак, закончился четвертый сезон и Ювентус Алисонер занял третью строчку, чемпионом стал Милан. Рома заняла шестую строчку. Суперкубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Наполе с счетом 2-1. Кубок Италии тоже выиграл Ювентус и снова обыграл Наполе с тем же счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Вольфбург со счетом 2-0. В Лиге Чемпионов в группе G Ювентус вышел в плей-офф Лиги Чемпионов вместе с PSV. В одной восьмой Ювентус обыграл Монако со счетом 2-1, а в четвертьфинале разгромно проиграл Баварии со счетом 8-2. Но Лигу Чемпионов выиграет Манчестер Юнайтед, обыгрывая Манчестер Сити со счетом 2-0. Ну и Лигу Европы выиграл Милан, обыграв Наполе со счетом 2-0. В Чемпионате Англии Манчестер Юнайтед занял четвертую строчку, чемпионом стал Манчестер Сити. В Чемпионате Испании Мадридский Реал стал чемпионом. Закончился последний пятый сезон за Алисона и Манчестер Сити был на грани вылета. 16-я строчка, чемпионом стал Тоттенхэм. Супер Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Тоттенхэм по пенальти со счетом 5-4. Кубок Англии выиграл Уэстхэм, обыграв Восфорд со счетом 2-0. Манчестер Сити вылетел в четвертьфинале от Уэстхэма 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв Уэстбромвич со счетом 1-0. Супер Кубок Европы выиграл Милан, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 4-3 по пенальти. В Лиге Чемпионов в группе D Манчестер Сити вышел вместе с Ницей в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1-8 Манчестер Сити обыграл Мадридский Реал, бывший клуб Алисона, но в четвертьфинале вылетел от Ливерпуля со счетом 3-2. Чемпионом стал Манчестер Юнайтед, обыграв Арсенал со счетом 4-0. Лигу Европы выиграл Тоттенхем, обыграв Реал Бетти со счетом 4-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. В чемпионате Испании Барселона заняла первую строчку, Мадридский Реал на второй. В чемпионате Италии Ювентус стал снова чемпионом, а Рома снова на седьмой строчке. Итак, на чемпионате мира в группе H Бразилия вышла в плей-офф вместе с Турцией. В 1-8 Бразильцы обыграли Камерун, но в четвертьфинале снова вылетают с чемпионата мира от испанца со счетом 2-0. И Испания становится чемпионом мира, обыграв французов в финале с счетом 2-1. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. С вами был Андрей Хорев. До новых встреч, друзья. До свидания.